Вакцинация по-новому. Новый метод введения вакцины от коронавирусной инфекции продемонстрировали новосибирские медики. Теперь можно обойтись без уколов. Препарат вводится через нос. Ёлка. Живая или искусственная? Все больше новосибирцев для украшения квартиры к Новому году выбирают искусственные ёлки, но многие предпочитают натуральные. В этом году на территории региона будет заготовлено около 20 тысяч хвойных деревьев, что на треть меньше, чем в 2020-м. Выше, дальше и больше. В региональном министерстве спорта подвели итоги года. Около 100 тысяч новосибирцев приняли участие в различных спортивных соревнованиях. Они завоевали почти 1200 золотых медалей и свыше тысячи серебряных. А теперь об этих и других событиях более подробно. На фоне роста заболеваемости населения ОРВИ в Новосибирской области мы как-то забыли, что коронавирус никуда не исчез и что пришла пора делать ревакцинацию. За время существования пандемии для тех, кто боится ставить уколы, ученые разработали и запустили новый метод вакцинации – назальный. Как его применяют, расскажем прямо сейчас. В поликлиниках города и области вакцинировать пациентов от коронавирусной инфекции теперь можно по-новому. Для этого используются те же самые вакцины, которые использовались и раньше, но водили их внутримышечно, а теперь их можно водить через нос при помощи специальной насадки. Вот сейчас как раз эти насадки поступили в поликлиники нашего региона и теперь мы можем использовать два метода введения. То есть люди могут раз в полгода получать вакцинацию либо в виде инъекции, либо в виде впрыскивания препарата в нос. По словам специалиста, такой способ имеет некоторые преимущества перед инъекцией. Эта вакцина, она формирует иммунитет в месте подачи, то есть на слизистой носоглотке и увеличивает количество антител. Разработчики считают, что вакцины должны друг друга взаимодополнять, то есть все-таки стартовая вакцинация должна быть в виде инъекций. Для тех, кто начал вакцинацию через инъекцию, медики рекомендуют второй этап сделать таким же способом. И только через полгода человек может применить этернозальный метод. Насадки индивидуальные для каждого, одноразовые и их преимущество – скорость вакцинирования. Это будет более быстрее происходить, потому что насадка, она, конечно, быстро одевается на шприц, но вот продемонстрируем сейчас. Поэтому, в принципе, здесь ничего сложного нет. Это обычный шприц набирает вот 0,5 миллилитров этой вакцины и насадка одевается, и тут же это все происходит, вот введение через нос. При новом методе введения вакцины есть свои правила и ограничения. Правила поведения немножко меняются, потому что другой способ подачи. Здесь рекомендуется после введения вакцины постараться не смыть ее со слизистой носоглотки. То есть нельзя сморкаться, в течение двух часов нельзя курить, пить, кушать. То есть нужно постараться, чтобы вакцина осталась на слизистой, чтобы действующее вещество попало в слизистую и начало работать. Теперь для тех, кто панически боится уколов, есть прекрасная альтернатива. Ученые постарались сделать все возможное, чтобы мы могли защитить себя от опасного вируса. Нам остается только прийти в поликлинику и записаться на вакцинацию. Как часто мы с грустью смотрим на то, как после Нового года мусорные ящики украшают выброшенные елки. Картина печальная и многие потому предпочитают искусственные деревья. Но настоящий хвойный аромат праздника они передать не могут. Поэтому на елочных базарах до сих пор нет отбоя покупателей. О том, как заготавливают лесных красавиц, расскажем в нашем сюжете. Новый год – красивый сказочный праздник. От присутствия новогодней елки в доме создается особенная атмосфера. Несмотря на то, что с каждым годом все больше людей отдает предпочтение искусственным красавицам, есть и те, кто ради хвойного аромата, смешанного с запахом мандарин, придерживаются старой традиции и покупают натуральные деревья. Правда, с каждым годом их становится меньше. В Новосибирской области в этом году объем заготовок деревьев хвойных пород для новогодних праздников снизился на 10 тысяч. То есть, если в прошлом году мы заготавливали около 30 тысяч, то в этом году планируем заготовить около 20 тысяч деревьев. Это связано с отказом граждан Новосибирской области от установок в домах на праздник живых елей. Неоднократный опрос уже на протяжении нескольких лет показывает постоянное снижение граждан, которые хотят поставить у себя живую елочку на Новый год и все больше ставят искусственное. Тем не менее, спрос на живые деревья есть, поэтому для их поставки на рынок лесные хозяйства проводят выборочные вырубки, которые не наносят вреда лесу. Все деревья заготавливаются в рамках рубок ухода, то есть это плановое мероприятие по уходу за нашим лесом. В основном у нас заготавливается сосна обыкновенная, ель и пихта. Под вырубку выделяются определенные участки в лесных хозяйствах области. В основном это специально высаженные деревья. Лучшие остаются. То, что отстает и для прореживания между ними даже, если лучшие идут друг за другом, все равно какое-то нужно убирать. Слишком, уже вот в природе гляньте, там получается 4, 5, 6 метров друг от друга дерево выросло. То есть другие не вывезли просто изначально. Поэтому и так и мы делаем. То есть природа, у природы мы учимся. По словам главного лесничего, пихта пользуется большим спросом как у людей, так и у животных. Поэтому и стоит дорого. Зато сосна дольше стоит и цена у нее дешевле. Слишком любят дикие животные пихту. И они, она даже еще маленькая, они начинают ее уже есть. Самая нежная хвоя, самая вкусная хвоя. Вот они, даже пихта какая успела уже убежать, то не может ее достать и объесть. Он кору объедает. Но все же, несмотря на то, что в городе работают елочные базары, любителей срубить елочку в лесу бесплатно не убавилось. Поэтому для лесничих и Министерства природных ресурсов эта пора горячая. Самостоятельная рубка деревьев граждан запрещена. За это предусмотрена административная, также уголовная ответственность и при этом еще и возмещение ущерба за срубленное дерево. Поэтому, как бы дорого не стоила елка на рынке, самостоятельно срубить ее в лесу может выйти еще дороже. Может и правда, пора всем переходить на искусственные. 20 декабря свой профессиональный праздник, День работника органов безопасности, отмечают люди, стоящие на страже государственных интересов. К тому же в этом году управление ФСБ по Новосибирской области исполняется 85 лет со дня образования. И вот с каким итогом наши контрразведчики подошли к юбилейной дате. Официальный отчет своего существования управления ФСБ ведет с 1937 года, когда реорганизовали УНКВД Западно-Сибирского края. История же новосибирской контрразведки началась раньше, с 1918 года. Тогда был создан Новониколаевский отдел обысков и арестов. Первые чекисты работали в условиях тяжелых лет гражданской войны. Ко времени индустриализации на них были возложены защита государственных границ, объектов транспорта, связи, обеспечение высоких темпов развития промышленного производства, и укрепление обороноспособности страны. Угроза молодому государству создавало и огромное количество иностранцев, прибывших в Сибирь для участия в строительстве советской промышленности. Активную шпионскую работу пытались вести сотрудники открывающихся в новосибирских консульств и представительств иностранных государств. С началом Великой Отечественной войны сотни новосибирских контрразведчиков отправились на фронт в органы военной контрразведки. Многие новосибирские чекисты были откомандированы для работы в партизанских отрядах в тылу врага. После окончания войны Новосибирск существенно укрепил свой научно-технический потенциал, стал одним из центров военно-промышленного комплекса страны. Всё это потребовало дополнительных мер по контрразведывательному обеспечению новейших военных разработок и соблюдению режима секретности. Боевые традиции старшего поколения чекистов были продолжены, когда в России вспыхнули локальные конфликты. В страну проникли эмиссары международного терроризма, наёмники и боевики, ведомые кураторами западных спецслужб. Сегодня сотрудники управления подтверждают свой профессионализм в специальной военной операции на Украине, обеспечивают безопасность освобождённых территорий, реагируют на новые угрозы и вызовы продиктованы резким изменением оперативной обстановки. У ФСБ России по Новосибирской области, как и другие органы безопасности, давно живёт в реальности боевых будней усиленного режима службы, в том числе в зоне специальной военной операции. Помимо этого, в уходящем году сотрудниками УФСБ предотвращено нанесение ущерба государству на сумму свыше 4 миллиардов рублей. Выявляются хищения и нецелевое использование бюджетных средств, в первую очередь выделяемых на строительство стратегических объектов, госпрограммы и гособоронзаказа. В результате проверок концессионных соглашений, контрактов и договоров с недобросовестными подрядчиками не допущено нанесение ущерба стране на общую сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. В кредитно-финансовой сфере предотвращен ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей. Из всего этого как раз и складывается безопасность нашего государства и, соответственно, наша с вами. Мечты иногда сбываются, в том числе благодаря помощи наших телезрителей, помогавших собрать деньги на лечение десятков больных ребятишек. Кому в этом году уже удалось помочь и кому всё ещё требуется наша помощь, расскажет Василий Акимов. Даня Бомбенко – один из тех детей, о которых мы рассказываем уже несколько раз. Дело в том, что мальчику требуются постоянные дорогостоящие курсы реабилитации. Данил родился недоношенным, сам не дышал, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Полтора года ему поставили диагноз ДЦП. С тех пор пройден огромный путь, в том числе благодаря курсу реабилитации, который он прошёл в уходящем году благодаря вашей помощи. Ещё один герой нашего сюжета, которому удалось помочь – Вадик Затеев. В восьмилетнем возрасте во время прогулки в городском парке его укусил энцефалитный клещ. С тех пор прошло шесть лет, однако последствия укуса дают о себе знать до сих пор. Чтобы вернуть ему возможность ходить, нужна срочная и дорогая реабилитация. И благодаря вашей помощи её удалось провести. Как и братьям-двойняшкам Никите и Даниилу. Они родились раньше срока, слабенькие, особенно Никита. Он был в очень тяжёлом состоянии, месяц его выхаживали в больнице. Диагнозы ему поставили страшные. После выписки пришлось проходить дополнительное обследование. Им также удалось пройти лечение в Томске. И таких историй в уходящем году было немало, говорит руководитель регионального отделения Росфонда Екатерина Кузнецова. В этом году мы вместе с вами помогли более чем трём десяткам ребятишек из Новосибирской и Новосибирской области. На лекарства и операции собрали более 10 миллионов рублей. Это ребятишки с ДЦП, несовершенным остеогенезом, с пороками сердца, сколиозом, сахарным диабетом и многими другими заболеваниями. Уходящий год выдался из числа весьма непростых по многим моментам. Сложности возникли и у благотворительных фондов. Ведь сбор средств зависит прежде всего от материального благополучия людей, готовых оказать помощь. Конечно, к сожалению, сфера благотворительности сегодня переживает не самые лёгкие времена. Мы чувствуем, как сборы падают, а цены, к сожалению, растут. И дети болеть не перестают. Нарушены все логистические цепочки. И сейчас, когда мы заказываем лекарства или технические средства реабилитации для наших подопечных за рубежом, их сроки поставки очень сильно увеличиваются и очень сильно увеличиваются цены. Невзирая на все трудности, Росфонд продолжает свою работу. Сейчас наша помощь требуется семилетнему Богдану из Новосибирска. У мальчика диагноз ДЦП, осложненный тем, что несколько лет назад у него случались эпилептические приступы. Богдану уже удалось добиться немалого прогресса. Однако врачи говорят, что реабилитацию необходимо продолжить. Мама одна воспитывает мальчика, и необходимых 225 тысяч рублей на оплату курса у неё нет. Для того, чтобы помочь Богдану, достаточно отправить смс-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Вы можете перечислить любую сумму от 10 рублей до 15 тысяч. Для этого напишите её через пробел после слова «Дети», например, «Дети 20» или «Дети 1000». Если сумму не указывать, за сообщение спишут стандартные 75 рублей. Кроме того, перевести пожертвования можно, если отсканировать QR-код на экране или установив мобильное приложение Росфонда. Первый фестиваль-конкурс всероссийского масштаба под названием «Воздух» стартовал в нашем городе. В нём участвует более 700 детей и подростков не только из регионов Сибири, но даже из Дальневосточного федерального округа. Почему это мероприятие смогло привлечь внимание участников и кто может попробовать свои силы в этом конкурсе, узнаете из нашего сюжета. Новогоднее настроение и, конечно же, возможность продемонстрировать свои таланты и научиться чему-то новому у авторитетных членов жюри и других участников. Такую возможность даёт первый всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Воздух», открывшийся в Новосибирском областном российско-немецком доме. В конкурсе четыре направления – вокал, танцы, изобразительное искусство, дизайн одежды. Мы на протяжении всего времени избора заявок и сейчас во времени фестиваля, то есть фестиваль длится несколько дней, работаем с каждым участником отдельно, даём ему обратную связь. К каждому коллегии жюри можно подойти, завтра у нас будет открытый стол круглый по итогам номинации, будем давать обратную связь. Ну, в общем, мы стараемся быть максимально открытыми, я надеюсь, что как раз именно это будет нас выделять на фоне всех других фестивалей. Первый блин не вышел комом, говорят организаторы, хотя и признают, что из-за отсутствия опыта в проведении столь масштабных мероприятий допустили некоторые ошибки. Обещают всё исправить ко второму фестивалю, ведь уже сейчас понятно, что идея оказалась востребованной. В следующем году, я думаю, лучше сделать, во-первых, подачу заявок через сайт, а не через почту, потом, мне кажется, что лучше делать в выходные дни, вот, и, наверное, больше волонтёров набрать, вот, потому что, ну, не справляемся пять человек на такой большой фестиваль. В фестивале-конкурсе принимает участие более 700 детей и подростков в возрасте до 19 лет. И не только из Новосибирска и ближайших городов. У нас есть участники заявки из Улан-Удэ, из Барнаула, из Омска, из Томска. К сожалению, доехать большое количество участников очно не получилось, в связи с тем, что, может быть, мы там начали как-то поздно готовиться к фестивалью. Ну, в общем, как я и говорила, это наш дебютный фестиваль. Вот, но всё равно эти города у нас есть. Победители получат 144 комплекта наград, а лучшие из лучших – гран-при в сумме 50 тысяч рублей. Их имена станут известны в среду, 21 декабря. По словам организаторов, цель конкурса – поддержка и развитие детского и юношеского творчества, художественно-эстетическое развитие и воспитание обучающихся, приобщение их к ценностям российской и мировой культуры и искусства. Достижения наших атлетов и развитие массового спорта. В Новосибирской области подвели предварительные спортивные итоги за 2022 год. Глава Министерства спорта Новосибирской области Сергей Ахапов поделился с журналистами своим видением сегодняшней ситуации. За 11,5 месяцев в регионе прошло более 400 спортивных соревнований, входящих в календарный план Министерства спорта. Из них 58 – всероссийских, 46 – межрегиональных и 2 – международного уровня, 315 – областных. Участие в них приняли более 100 тысяч спортсменов. Этот показатель выше, чем в 2021 году. В сборных командах российских федераций выступают 660 наших атлетов. Наши спортсмены на официальных чемпионатах, первенствах, этапах Кубка мира, Европы, международных и всероссийских соревнованиях. Вы понимаете, что до марта месяца наши спортсмены еще имели возможность выступать на международных соревнованиях. Всего спортсмены нашей области завоевали 3360 медалей. Золотых – 1203, чуть больше – 1000 серебряных и 1150 бронзовых медалей. Новосибирская область в 2022 году провела порядка 10 крупных соревнований всероссийского уровня. Но и массовый спорт в регионе продолжает шириться и расти, уверенно в областном Минспорте. На данный момент более 46% населения регулярно прибегает к различным физическим активностям. Привлечению в спорт способствуют такие крупные многочисленные соревнования, как Роснации, Лыжня, Россия, Сибирский фестиваль бега и другие. Счет сибиряков, сдавших нормы ГТО, у нас идет уже на тысячи. Площадок для подготовки и сдачи этого норматива в регионе становится все больше. Как и спортивных площадок – обычных, открытых, закрытых, ледовых и так далее. В текущем году общий объем средств, направленных на развитие спорта, составил порядка 12,5 миллиарда рублей. 9 из них, правда, пошли на строительство новой ледовой арены в Новосибирске. В следующем году таких затратных объектов не предвидится, но работа по оснащению спортивной инфраструктуры продолжится. У нас сегодня обеспеченность спортивными объектами и их пропускная способность очень разная во всех муниципальных образованиях. Каких-то она 80%, то есть где-то каких-то она не более 40%. Если брать среднее, то у нас порядка 60-65% сегодня это обеспеченность. Безусловно, есть над чем работать. Поэтому мы в первую очередь пытаемся реализовать сооружения плоскостные и общедоступные, пропускная способность которых очень высока. Безусловно, это бесплатные занятия, безусловно, для всех желающих. Год наступающий в спортивном плане обещает быть не менее насыщенным. В связи со отстранением многих наших спортсменов от международных стартов, у нас продолжат появляться новые турниры и первенства, которые будут способствовать профессиональному росту наших атлетов и удовлетворению интереса болельщиков. Впрочем, в последнее время появляются тенденции к возвращению российских спортсменов в международные рейтинги и допуску их соревнования. На сегодня это все. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!